Музыка Уважаемые друзья, с вами Игорь Олдашев. Напоминаю, что мы ведем прямой видеорепортаж завода Аймаса. Марио Васильевский завод арматуры обладает очень строгой и серьезной системой контроля качества. За нашими спинами вы сейчас видите один из таких показательных примеров контроля качества. Это уникальный стенд, который проводит измерения, скажем так, 3D измерения детали и ее соответствие с системой удобской нормы контроля качества и размеров. Более подробно об этом оборудовании, о входном контроле и, конечно, о качестве расскажет вам Ян Гафар, технический директор завода. Ян, здравствуйте. Вам слово. Добрый день. Мы здесь находимся в сале измерения 3D контроля. Здесь на этом измерении мы сделаем контроль качества деталей шаровых кранов и входной контроль некоторых деталей, которые мы покупаем. Сейчас вы видите на экране входной контроль поставщика сидел, где делается контроль, например, 10-15% с поставки. У некоторых проектов или некоторых изделий, например, шаровые краны металл металл, шаровые краны LNG для криогенных, делаем стопроцентный контроль всех деталей. Скажите, а как проходят вообще измерения, если говорить о техпроцессе, что сейчас происходит за нашими спинами? То есть я вижу иглу с определенным щупом, которая измеряет в точке, в некоторых плоскостях, я так понимаю, суммирует их. Каждый детал имеет свою программу измерения и сейчас на седле контролируются все размеры седля, размеры для резины, размеры для уплотнительных деталей. Ян, а какие детали в основном здесь проверяются? Ведь кроме шаровой пробки и пары седел, есть еще другие детали, которые вы здесь проверяете? Да, здесь делаем проверку корпусов шаровых кранов, тоже крышек шаровых кранов и некоторых корпусов для атома. А если все-таки говорить о выбраковке, какой процент выбраковки ваших изделий, если в среднем говорить о нефтегазе, не будем говорить по артону промышленности? Сложный вопрос. Когда мы начали, было процента браков более, чем сейчас, потому что мы очень рады, что мы начали здесь сделать этот точный контроль, потому что наше качество улучшилось очень много. Если все-таки говорить о преимуществах данной лаборатории, какие еще методы контроля вы проходите, прежде чем изделие будет собрано и уже представлено на рынок? Практически все. От дефектоскопический контроль, как капиларный, магнетический, рентген-контроль, измерительный контроль, измерительный 3D и в конце концов контроль качества давления. То есть давление водой и воздухом? Да, да, да. Водой и воздухом у нас, видим, у нас тоже можем сделать контроль давлением большим давлением воздухом. Ну, уважаемые друзья, я думаю, немножко попозже мы вам продемонстрируем, как испытывается нагерметичность продукция МСА, то есть это по воде, по воздуху. А также я могу сказать вам, что это яркий пример методов контроля качества. Но вот меня часто спрашивают некоторые производители, в чем заключается контроль качества. Можно сказать, что контроль качества, прежде всего, заключается во входящем контроле, о котором мы рассказывали, на заготовительном производстве, а также не разрушающими методами. Ну и, конечно, немаловажным. Я вот, знаете, в российских заводах очень многие бывал и мало где видел подобные установки. Могу сказать, больше их используют на автоматизации, то есть производство электроприводов. Тем не менее, вот такая тенденция, хорошая заметка, взять на заметочку, брать вот подобное оборудование, подобный пример. Потому что завод МСА во многом для меня сегодня является примером того производства, которое предлагает европейское качество по действительно достойным конкурентоспособным ценам. Я предлагаю пройти к следующему процессу. Я прощаюсь с вами, уважаемые друзья. Так что увидимся в следующем сюжете. Субтитры подогнал «Симон»